В связи с тем, что все больше американцев беспокоят эти вопросы насчет финансирования, стоит прояснить некоторые факты. Прежде всего, подавляющее большинство этих денег идет в американские компании и на создание новых рабочих мест. Ведь именно люди производят танки Абрамс, боеприпасы и все остальное. Возьмем компанию Lockheed Martin, которая производит высокоскоростные танки. Компания объявила о том, что собирается увеличить численность персонала в Канденаре, штат Арканзас, на 20%, только из-за этого нового спроса. Поэтому наши деньги уходят в Америку. Да, она действительно сказала это вслух и на всю страну. Теперь мы снова должны воевать, чтобы создавать рабочие места. Ну и жесть. Дамы и господа, мы живем в мире, который стремительно меняется. Мы переходим из периода длительного мира в мир продолжительных и повсеместных конфликтов. Все началось с самой большой войны в Европе со времен Второй мировой. А теперь продолжается конфликтом в Израиле, в который потенциально может вступить Иран. И если он вступит, США тоже присоединятся в скором времени после этого. И пока США будут распыляться между войнами на Ближнем Востоке и Восточной Европе, Китай может увидеть в этом шанс начать свою военную кампанию на Тайване. И мы должны быть готовы к тому, что нас может ждать. В сегодняшнем видео мы рассмотрим все, что происходит на рынках, но также я покажу тебе историческое расследование, что случилось с инфляцией, процентными ставками, рынками, как вела себя ФРС США во время Первой мировой и Второй мировой войны. Потому что лучший способ подготовиться к будущему – это узнать, что было в прошлом. И только после этого мы сможем подготовиться к тому, что грядет. Ну а прежде чем мы начнем готовиться, не забудь поддержать канал лайком. В последнее время мы просто взрываем алгоритмы Ютуба. Давай продолжать в том же духе. Большое спасибо за поддержку. Итак, посмотри на это. 4 октября 2023 года американцы начали получать интересные сообщения на телефон. Это испытание системы экстренного оповещения федерального правительства. Ты знаешь, что в России было такое же тестирование сирен в то же время, в тот же день, 4 октября. И я понимаю, что это происходит периодически. Например, в Санкт-Петербурге в 2019 году тоже звучали сирены. Но сейчас, на фоне всех этих событий, это звучит по-другому, не так ли? Испытание национальной системы оповещения США прошло и спустя 3 дня после начала конфликта в Израиле, после того, как страна объявила состояние войны. Также Израиль уже успел мобилизировать 300 тысяч резервистов. Но посмотри на это. Это очень интересно. Что произошло с фондовым рынком Европы? Он зеленый. А с фондовым рынком США он практически весь зеленый. По большей части основные индексы растут. Такова реакция американских и европейских рынков после открытия. Есть ли в этой реакции смысл? Вообще нет. Особенно учитывая, что цены на нефть подскочили, цены на природный газ подскочили вообще на 10%. Это значит рост инфляции, рост цен на товары, нарушение цепочек поставок. Это нехорошо. Но рынки почему-то зеленые. Рынки почему-то растут. Почему? Локхит Мартин, если я правильно произношу, специализируется на войне и всех необходимых для нее вещей. Он начал расти. Он вырос уже на 7% после начала конфликта в Израиле и после открытия торгов. А с начала года он прибавил в цене 25%. Но вот что происходит еще. Конгрессмены США буквально готовятся к войне. И готовились к ней еще с октября 2022. Готовились в декабре 2022. В марте 2023. В мае 2023. В июне 2023. И в августе 2023 года. Конгресс США покупает огромное количество военных акций. Многие купили акции оборонной компании General Dynamics. Республиканцы вкладывают значительные деньги и в нефтяные, и энергетические компании. Такие как ExxonMobil, Devon Energy и Chevron. Демократы вкладываются в компании, которые связаны с кибербезопасностью. Например, Fortinet. Конгресс США буквально выкупает все, что может принести гигантские прибыли во время глобальной военной эры. Разве это совпадение? Они начали покупать перед тем, как все это началось. И продолжают покупать сейчас. И становятся сказочно богаты благодаря инсайдерской информации, которую только они могут узнать. И мне просто интересно, а что же случилось с тем самым законом, который запрещал торговлю акциями для конгрессменов и людей, находящихся при власти. Даже президенту. Тем не менее, вот почему фондовый рынок и в США, и Европе растет. Потому что происходят грязные, теневые вещи. В любом случае, что это за конец, о котором я написал в заголовке видео? Это третья мировая? Конец мира? Нет, конечно. Это конец рынка американских бондов. Облигаций. Которые сейчас падают в кратер. Особенно долгосрочные. 20 и 30 летние. Их распродают как бешеные. И Израилю тоже приходится их продавать. Но долгосрочные держатели облигаций сейчас получают по шапке. И причем очень сильно. Так, например, Банк Америки говорит, что рынок облигаций сейчас находится в величайшем медвежьем рынке всех времен. Из-за этого многие люди спрашивают, а что упадет следующим? Недвижимость, коммерческий банкинг. При этом краткосрочные облигации превосходят долгосрочные. Никто не хочет держать 30-летние, когда можно держать 2-летние, которые приносят гораздо большую доходность. Очень странная ситуация. Но вот в чем дело. Множество банков держат долгосрочные облигации. Поэтому их нереализованные убытки только на облигациях доходят до исторических рекордов 400 миллиардов долларов. Но на самом деле это бычий сигнал для биткоина. Почему? Потому что если деньги выходят из облигаций, куда они могут направиться? Они должны пойти в активы, которые являются хеджем против инфляции. О чем и говорил Пол Тюдор Джонс. Они должны пойти в твердые активы и твердые валюты, доходность которых превышает инфляцию. И на рынке нет ничего, кроме биткоина, что могло бы удовлетворить это требование. Которые даже руководители хедж-фондов, специальных фондов, которые ищут способы защиты от инфляции, признают. Они называют биткоин средством от инфляции. А биткоин на минуточку в 2023 году стал самым прибыльным активом. 75,4%. Золото, кстати говоря, всего 7,5%. И это не мои догадки. Я могу это косвенно подтвердить. Конечно же, фактических доказательств мы не дождемся. Однако, посмотри на это. Это отчет про потоки капиталов цифровые активы от инвестфондов за прошлую неделю. Мы видим значительный рост притока капиталов цифровые активы за последние 12 недель. Это 78 миллионов долларов. Больше всего поток капитала в биткоин, затем в Солану, потом в эфириум, в шорт биткоин и кардана. То, что в шорт биткоин кто-то залил 1,2 миллиона долларов, это означает, что кто-то ставит на понижение рынка 1,2 миллиона долларов. Но все-таки в биткоин зашло 42,7 миллиона долларов, что в 40 раз больше. Тенденция накопления биткоина средними и крупными кошельками сигнализирует об интересе институциональных инвесторов, которые накопили почти 72 тысячи монет за последние 6 недель. В целом балансы достигли 15,2 миллиона монет. Остается всего 90 тысяч монет, чтобы снова достичь того исторического пика баланса в ноябре 2021, когда биткоин стоил 70 тысяч долларов. Это происходит прямо сейчас, когда все сомневаются, когда происходят эти войны. В это же время они накапливают как безумные, как будто сейчас буллран 2021. Но самое интересное, что у нас даже еще не было халвинга, что цена биткоина явно не на уровнях буллрана 2021. Мы все еще на раннем этапе. И я думаю, что это буквально дар свыше. И кажется, что это кто-то еще понимает. Притоки стейблкоина тезер USDT на бирже продолжаются. Баланс USDT на биржах взлетел до 7-месячного максимума и составляет почти 10 миллиардов долларов. Индикатор покупай, держи, продавай. Где покупай эта зеленая точка, держи желтая, а продавай красная. Где же мы находимся? А мы находимся все еще на зеленой точке. Не дошли мы даже до уровня держи. В 2024 и 2025 году будет очень много хороших вещей для биткоина. Особенно если эти конфликты не приведут к какой-то глобальной катастрофе. Конечно, если это глобальная катастрофа, не дай бог случится, тогда да, рынки полетят вниз. Но если не приведут, о мой бог. Фундаментальные и анчейн метрики биткоина находятся у своих исторических пиков. Цена просто обязана к ним подтянуться. Как долгосрочного биткоин-инвестора меня не волнует. Вырастет ли биткоин до 100 тысяч долларов завтра? Упадет ли он до 22 тысяч долларов прежде, чем продолжить расти? Будет ли он торговаться в боковике еще 6 месяцев? Меня не волнует сценарий краткосрочной перспективы. Взлеты и падения. Это все мне неинтересно. Меня интересует только долгосрочная перспектива. Биткоин превзойдет все другие классы активов. Уже превосходит. Ты же помнишь? На первом месте среди всех активов в 2023 году. А теперь я хочу поговорить о войне в Израиле. Если она приведет к чему-то более глобальному, каковы могут быть последствия для инфляции, процентных ставок и так далее. Это очень большое событие, из-за которого мы можем увидеть неконтролируемый рост инфляции, так как оно может привести к дефициту поставок. Израиль приказал из соображений безопасности закрыть ключевое газовое место рождения Тамар в Восточном Средиземноморье, которое находится под управлением компании Chevron. Той самой компании, чьи акции в том числе покупали конгрессмены США. При этом компания Chevron уже пытается понять, как работать в Израиле и поставлять топливо на соседние рынки, например, СПГ в Европу. Они даже думают построить плавучий завод. Но это пока что просто какие-то размышления. Итак, эта новость очень важна, потому что это влияет на будущее инфляции. А то, что происходит с инфляцией, влияет на процентные ставки. Что происходит с процентными ставками, повлияет на экономику. А то, что происходит с экономикой, повлияет и на нас, на нашу работу и на наши деньги. Также служба безопасности распорядилась прекратить поставки природного газа из этого месторождения, как говорится в заявлении Министерства энергетики Израиля. Открытия газовых месторождений, сделанные в Израиле за последние 20 лет, изменили экономику этой страны. Прекращение работы месторождения, расположенного в 80 километрах к западу от Хаффы, ставит под угрозу планы страны стать основным поставщиком газа. В августе этого года Израиль заявлял, что планирует экспортировать больше газа в Египет в рамках совместного проекта на фоне укрепления связей с соседом. И это может быть одной из многих причин, по которым Хамас решил нанести удар именно сейчас. Израиль заключает сделки на Ближнем Востоке. Эта ситуация еще более волнительная для Ирана, который обеспокоен тем, что Израиль также заключает мирные и экономические сделки Саудовской Аравией. Саудовская Аравия и Иран, мягко говоря, недружественные страны. И если королевство объединится с Израилем, это будет представлять огромную угрозу для Ирана. И возможно именно поэтому они якобы, у нас нет 100% доказательств, поддержали Хамас. Час поставок израильского газа в Египет идет и в Европу. Так что это затронет и Европу, где покупатели ищут альтернативу российскому трубопроводному газу. В краткосрочной перспективе остановка месторождения может привести к снижению объемов дальнейших поставок или даже к их задержкам. На этом фоне цены на газ в Европе уже выросли на 14%. Так что все это будет иметь огромные последствия для инфляции, процентных ставок и для рынков. А теперь вспомни ту самую новость. Египет намерен увеличить экспорт сжиженного природного газа в Европу с 2025 года. Но теперь спустя три дня войны поставки израильского газа в Египет уже упали на 20%. Кроме этого, Катар, который стал одним из основных поставщиков газа в Европу, обвинил Израиль в конфликте, а Европа поддержала Израиль. Если отношения между ЕС и Катаром на этом фоне испортятся, можно ожидать нового кризиса энергоносителей и роста инфляции, что обнулит усилия Европейского Центрального Банка по борьбе с высокой инфляцией за последние полтора года. Но что может оказаться еще более разрушительным для мировой экономики? Это если этот конфликт распространится на весь Ближний Восток, что безусловно имеет шансы произойти, поскольку Хезбалла атакует из Южного Ливана. Кроме того, многие страны Ближнего Востока выступают в поддержку Палестины. Если это произойдет, то мы увидим, как нефть взлетит до совершенно немыслимых цен. Zero Hedge сообщает о том, что возможен рост цены нефти до 150 долларов. Если это произойдет, топливо станет намного дороже, продукты подорожают, все, что нам поставляется, тоже подорожает, так как транспортировка и логистика тоже подорожают. Мы столкнемся с витком новой инфляции. Понятно, что инвесторы из-за этого чувствуют себя не так уверенно, они зависли в неопределенности. Но давай немножко добавим конкретики в этот туман войны. Мы можем оглянуться назад, чтобы извлечь уроки из истории, чтобы иметь хотя бы призрачное понимание того, что нас может ожидать. Что происходило с процентными ставками и инфляцией во время Первой и Второй мировой войны. Итак, в начале Первой мировой войны инфляция составляла всего лишь 1%. Это произошло потому, что все были на взводе, а люди боялись тратить свои деньги. Но затем все стало меняться. Уровень инфляции значительно вырос, особенно в 1917 и 1918, когда он вырос с 1% в 14 и 15 до 18% за 4 года. Это было обусловлено многими факторами, в том числе расходами на войну, перебоями в поставках и повышенным спросом на товары и услуги. Но что же произошло с процентными ставками во время Первой мировой войны, когда инфляция так резко и быстро подскочила? Ты скажешь, ну они понизили ставку и включили политику количественного ужесточения, точно так же, как сделали это год назад. Нет, все было как раз таки наоборот. Потому что ФРС США была создана незадолго до начала Первой мировой. И ее политика тогда, во время войны, была направлена на поддержку правительства США, на обеспечение финансовых потребностей. В те времена не существовало точных данных по ставке ФРС в том виде, в котором они известны сегодня. Однако мы точно знаем, что ФРС США устанавливала низкие ставки по кредитам, обеспеченным казначейскими ценными бумагами, чтобы стимулировать банки к покупке государственных ценных бумаг США. Это способствовало финансированию военных действий и тоже повлияло на процентные ставки в этот период. А покупки ФРС на открытом рынке увеличили объемы казначейских облигаций, которые она держала с 66 миллионов долларов в июне 1917-го до 236 миллионов долларов в июне 1919-го. Это практически трехкратное увеличение количества казначейских облигаций, которые они имели. Опять же, это может показаться небольшими цифрами, потому что в то время доллар США имел гораздо более высокую покупательную способность. Для понимания, сегодня ФРС США держит активы, в том числе и казначейские облигации, на сумму 8,8 триллиона долларов. Увеличение их в три раза за два года – это 26,5 триллионов долларов. Теперь ты понимаешь масштабы. Итак, во время Первой мировой войны мы увидели инфляцию. И вместо того, чтобы ФРС США продавала активы на своем балансе, как она делает сейчас, и повышала процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией, она сделала все наоборот. Потому что безопасность и сохранение правительства США и американского государства были приоритетом номер один. Но что произошло с инфляцией и процентными ставками во время Второй мировой? В 1941 году инфляция была довольно высокой – около 5%. Но затем она взлетела до 10,9% в 1942. Опять же, это было связано с огромными расходами на финансирование войны. Затем мы видим спад инфляции. Но в 1947 году инфляция подскочила до 20%. Почему так случилось? Знаешь ли ты, как они пытались контролировать инфляцию во время Второй мировой? С помощью контроля над ценами. С помощью ведения всяческих норм. Контролировался даже рост заработной платы. Для контроля цен и арендной платы было создано управление по регулированию цен, а также военный трудовой совет. Все ради предотвращения бешеной инфляции. И это сработало, ведь после 1942 года мы видим падение инфляции. Однако они отменили все эти меры в 1947. И мы увидели, что инфляция вышла из-под контроля и выросла до 20%. Но самое важное, что произошло, это то, что финансирование обеих войн было возложено на плечи граждан. Обычных граждан. Правительство повысило налоги и продало населению военные облигации, чтобы поглотить избыток денег в обращении, что в определенной степени помогло сдержать инфляцию. Итак, в Первой и Второй мировой мы наблюдали рекордную инфляцию. Но что произошло с процентными ставками во Второй мировой? Как ты уже догадался. В 1942 году ФРС США по просьбе казначейства обязалась поддерживать низкую процентную ставку, чтобы обеспечить более дешевое долговое финансирование войны. Итого, во время Второй мировой мы видели контроль над ценными, ведение норм, а процентные ставки при этом были стабильно низкие и сохранялись низкими в течение 6 лет после окончания войны. Таким образом, это действительно помогло правительству США финансировать свои войны, хотя им и пришлось отойти от своей обычной денежно-кредитной политики. Все это достаточно сложно и с первого раза, скорее всего, мало понятно. Но вот он вывод простыми словами. Если этот конфликт перерастет в более широкий, если Китай начнет войну против Тайваня, если Иран будет вовлечен в войну с Израилем, и эта война перерастет в гораздо более крупный конфликт с непосредственным участием США, мы столкнемся с огромной инфляцией. И самое интересное, что Федеральная резервная система ничего не будет с ней делать, как и в прошлые две войны. Ничего. Война станет приоритетом номер один. И они будут финансировать ее любой ценой. Возможно, это приведет к росту биткоина. Потому что денег станет больше. Посмотрим. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»